Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но именно сейчас мы с вами в стране безопасности, где будем учиться простым правилам безопасного поведения в любой жизненной ситуации. А помогать мне будет Спасайка, но с ним я вас познакомлю чуть позже. А пока хочу представить наших сегодняшних героев. Иван и Алена вторыми вступили в борьбу в стране безопасности. Впереди осталось только одно испытание, а дальше, возможно, и выход в финал. Иван и Алена, привет! Здравствуйте! Я очень рада нашей новой встрече и хочу рассказать, что мы подошли к последнему испытанию. И если вы окажетесь на высоте, то впереди вас ждет еще много интересных встреч. А сейчас вам, наверное, очень интересно, с каким результатом вы и ваши соперники подошли к четвертому дню соревнований. Спасайка нам сейчас покажет турнирную таблицу. Итак, внимание на экран! Сегодня вам выбирать ничего не нужно. У нас осталась одна тема, это природные стихии. Скажите, какую опасность могут нести в себе природные стихии? Ну, может, ураган, ураган, град, дождь, ливень, еще гроза, молния, гром. Гром! Молодцы, ребята, вы правильно ответили на мой вопрос, дали полный ответ, и за это вы зарабатываете свой один бонусный балл. Ну, а сейчас первый конкурс. Для того, чтобы помочь вам справиться с моими вопросами, предлагаю посмотреть мультфильм. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть, так что смотрите внимательно. Очень часто во время дождя можно услышать гром и увидеть молнию, которая очень опасна. Молния – это сильный электрический разряд, который может ударить человека и нанести ему сильные травмы. Молния бьет в самую высокую точку, поэтому никогда не прячьтесь от нее под деревьями и не стойте возле столбов. Во время грозы очень опасно находиться возле водоемов и разговаривать по мобильному телефону. Все это тоже притягивает молнию. Спрятаться от молнии лучше всего в самой низкой точке – яме или овраге. Если таких мест поблизости нет, просто присядьте на корточки. Ребята, к счастью, дождь заканчивается. Я уверен, что мои советы помогут сделать ваши прогулки приятными и, самое главное, безопасными. До новых встреч! Ребята, я надеюсь, что моего помощника, Спасайку, вы слушали внимательно, и поэтому с легкостью ответите на мой первый вопрос. Что такое молния? Молния – это электричество, которое… Можете посовещаться, перед тем, как правильно ответить на мой вопрос и дать полный ответ. Молния – это электричество, которое… Он как ток. Смотри. Которое что может? Ударить током. Нанести вред здоровью человеку. Да. А теперь полностью надо ответить на этот вопрос. Молния – это электричество, которое может ударить человеком человека и даже может убить. Да. Или нанести вред большой. Большой вред. Молодцы, ребята. Конечно же, молния – это сильный электрический разряд, который может нанести вред человеку или даже его убить. Вы правильно ответили на мой вопрос и за это получаете 3 балла. А теперь наступило время второго испытания. Из трех вариантов ответа на мой вопрос вам надо будет выбрать верный и сделать это за максимально короткое время. Итак, вопрос. Если вы на прогулке и началась гроза или молния, что нужно делать? Звонить 101 или 112, спрятаться в яме или овраге или же спрятаться под самым большим деревом? Второе. Второе. Потому что, помнишь, мама, спасай, как говорил. Да. Второй вариант. Второй. Вы посовещались и приняли решение, что правильно будет спрятаться в овраге или яме. Да. Правильно. Это правильный вариант ответа на мой вопрос, и вы зарабатываете свои 2 балла. Молодцы. Ну и напоследок загадка про еще одно небезопасное явление природы. И здесь нужно быть особенно внимательными, потому что за правильный ответ можно заработать 3 балла. А если ошибетесь, то 1 балл я у вас заберу. Что случилось? Ой-ой-ой. Летом стало, как зимой. Белые горошки скачут по дорожке. Да. Правильно. Ребята, это град. И вы зарабатываете за правильный быстрый ответ 3 балла. Ну а время подводить итоги. За первое конкурсное испытание вы заработали 3 балла. 1 балл вы получили бонусный, за второе испытание вы заработали 2 балла, и в третьем испытании вы заработали 3 балла. Сколько баллов всего? 9. Правильно. И сейчас спасайка внесет этот результат в таблицу. А ровно через неделю в борьбу за это звание вступит третья команда участников. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Правила вызова спасателей Ну что, ребятки, зажжем! Стоп-стоп, что вы тут играете? Мы играем рок! Ха, рок! Это по-вашему рок! Если хотите услышать настоящий рок, то вам просто необходимо взять нас к себе в группу. Друзья, играть со спичками опасно, и детям категорически запрещается. Слышали, что книга сказала? Что может случиться? Ребята, давайте играть с нами! Пожар! Пожар! Срочно звоните, что двенадцать! Что, что, что говорить? Я не знаю! Сначала нужно представиться. А, это Заяц! Заяц! Что дальше? Сообщить адрес, где происходит пазар и место его возникновения. Улица Лесная, двенадцать! Горит частный дом! Теперь нам нужно выбраться и дождаться приезда спасателей в безопасном месте. Обожаю жареную зайчатину! А почему мы ползем? Весь дым сверху, поэтому надо находиться внизу. Так мы не отравимся угарным газом. Держи! Это еще что? Если ты порвала свои штаны, не обязательно всем нам это показывать. Это мокрая ткань! Ею нужно прикрыть нос! Она тоже защищает от угарного газа! Выход! Ура! Мы спасены! Так классно знать правила безопасности! Дверь! Что, не открывается? Ой-ой-ой, что же с нами будет? Спокойно, друзья! В чрезвычайной ситуации главное не паниковать! А что, я должен, по-твоему, чай пить? Не паниковать! Не паникуй! Слышишь? Не паникуйте! Идите в самую дальнюю от огня комнату. Закройте все щели тканью и ждите приезда спасателей. Так, вроде все сделали, поэтому не паникуем и ждем спасателей. А вдруг спасатели не приедут? Вдруг про нас забыли? Мамочки! Курочки! Что делать? Этот огонь хочет к нам подобраться! Спасибо! Круто! Я, когда вырасту, хочу стать спасателем! Хорошо, что с нами был Бобр, который знает правила безопасности. Если бы не он, мы бы вместе с твоими спичками поджарились! Поджарились они, если бы не этот спасатель! И не эти правила! Кушал бы я сейчас жареную бобрятину с зайчатиной! Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова